Рекламно-информационная программа. Рекламно-информационная программа. Рекламно-информационная программа. Все верно. Следующие наши гости. Один крошу другого, что называется. Лина Геполова, директор главный архитектор. Геполова, да? Совершенно верно. Лина Геполова, директор главный архитектор архитектурной мастерской линии «Стиль», член Союза архитекторов России. Дальше переходим к мужской части наших гостей. Это Евгений Арбузов, главный архитектор проектной мастерской «Аркод», почетный архитектор России. Евгений Евгеньевич, добрый день. Уже заслуженный. Заслуженный уже? Вот так вот. Еще до начала передачи почетный был. Уже заслуженный. Александр Елизарович Шклёда, архитектор, член Союза архитекторов России. Добрый день. Добрый день. И Евгений Геннадьевич Рупасов. Тут вообще очень красиво. Действительный государственный советник третьего класса. Архитектор. Евгений, добрый день. Добрый день. Мы сегодня всех архитекторов нашего города собрали в одном месте в студии. У меня такое ощущение, что пока берем большинство уже здесь. Остались точно. Остались точно. Слава Богу. Мы хотим, надеемся, что цвет, так сказать, этой отрасли мы сегодня пригласили и позвали в нашу студию. Итак, давайте начнем с пояснения. Что же такое вот это вот блокчейн? Что за конференция? Еще не просто блокчейн, что такое эволюция блокчейн? Что такое эволюция? Юля, наверное, возьмет слово для начала. Да, спасибо. Ну, во-первых, хочется сказать, что конференция у нас будет проходить 15 февраля. Мы приглашаем всех желающих, всех, кто интересуется данной тематикой, то есть развитием архитектуры и городского пространства нашего города. У нас приедут гости из Финляндии. Архитектор, который как раз занимается реконструкцией, строительством и новой развития в Финляндии города Хельсинки, Завэн. Столица, собственно. Как его зовут, этого гостя из Финляндии? Завэн Терзи Бан. Трудно прочитать. То есть он такой немножко армянский финн, да? Да. Понятно, вот почему я переспросил. У него русская история, но тем не менее он 20 лет проработал в Финляндии и приедет как раз делиться опытом на данной конференции. Вот я думаю, что будет очень интересно, потому что взаимодействие как раз с международными архитекторами, с тем, что происходит в России. Также у нас очень актуальная тема сейчас. Это фокус на инвестиции, на архитектуру в девелопменте, потому что это является началом развития вообще любых проектов инвестиционных и развития городских территорий. Соответственно, приедут гости из Краснодарского края, из города Сочи, который сейчас интенсивно застраивается и развивается, Санкт-Петербург, Москва. То есть в рамках данной конференции мы действительно выдерживаем статус международной конференции и участники будут делиться практическим опытом. То есть у нас будет мало, скажем так, каких-то моментов, связанных с теорией, будет только практика. Поэтому еще раз всех приглашаю. А вот эта Международная федерация профессионалов рынка недвижимости, она одобрила проведение? Конечно, да. Поскольку я являюсь членом правления этой организации, мы два раза в год в Кирове, поскольку у нас все-таки не столица, не Петербург, не Москва, у нас достаточно сложно выдаются разрешения на строительство. И как раз мы будем презентовать на данной конференции порядок выдачи разрешений на строительство, режим ручного управления, технологию блокчейн, которую разрабатывает наш политехнический институт. Опорный вуз. Это технология блокчейн, называется смарт-контракт. И достаточно интересно будет, я думаю, послушать, посмотреть технически, как уже это реализуется. И отрадно, что это именно реализуется студентами нашего вуза, кировского. То есть то, что мы не отстаем от времени. Поэтому такое название. А эволюция блокчейна, это мы пояснили, нет? Что имеется в виду? Может, кто из коллег уже возьмет слово? Да, я думаю, что проведение данного мероприятия в Юркин парке, оно очень так тематично, потому что там у нас много динозавров из охранения Кировской области. Вот я, в принципе, давайте передам слово динозаврам архитектуры. Динозаврам. Ну берите слово. Кто? Евгений Дмитриевич? Или Александр Елизарович? Я не владею этим вопросом. Давайте я, наверное, коллегу. Да, конечно. Евгений Геннадьевич Рупасов. На самом деле у нас в общественном, так сказать, развитии очень часто бывают периоды увлечения чем-либо. Там в моде, в архитектуре, в дизайне, там в стрижках, да, то, значит, битлы ходили длинные по плечам, потом короткие стрижки, то брюки дудочки, то клёж. Блокчейн – это одно из тех новомодных слов. Это напоминает как бы старый анекдот 90-х годов. Я не буду его рассказывать в эфире, но это как бы то, что уже есть, или это что-то новенькое, если кто помнит. На самом деле, ну, я думаю, здесь присутствующие так или иначе знают, это порождение рынка криптовалют. Собственно говоря, само название оттуда пришло, поэтому понятие достаточно новое. Это, собственно говоря, цепь блоков, логически выстроенных, с некой заложенной информацией. Такая цифровая матрица, которой невозможно изменить, вмешаться, базовая информация. И за счёт майнинга, вот то, что в криптовалютах происходит, так сказать, люди зарабатывают эти биткоины. Ну, на самом деле, это не одна криптовалюта. Они трансформировали, ну, у нас финансисты, экономисты и бухгалтеры начали овладать техникой не так давно, там ещё в 70-е годы на счётах считали, в то время, как космические аппараты и спутники уже управлялись при помощи телематрических и телемеханических систем. Поэтому рывок они сделали в последние годы в сфере финансового управления, экономики там и так далее. Ну, появилось такое слово блокчейн, как в своё время было модно слово нанотехнологии. Несколько лет назад я видел во время ярмарка здесь вот на площади один мужчина с успехом продавал нано-клей по 100 рублей за тюбик. Вот, поэтому... Имел успех? Имел успех, стоял очень. Я спросил одной женщине, она с радостной улыбкой сообщила, купила нано-клей. Вот, поэтому этот новый термин, который пытаются сейчас внедрять, ну, посмотрим, приживётся он или не приживётся. На самом деле это автоматизирование процессов в той или иной форме, сейчас на основе цифровых технологий. Раньше это было на основе иных технологий, скажем, ну, применительно телевидение, это там аналоговое телевидение, цифровое телевидение. А в сфере управления строительством, организации управления строительством, я думаю, что оно, безусловно, приживётся. в сфере проектирования градостроительного, я тоже думаю, приживётся. Ну, например, ситуационные планы в интернете. Да, вот мы можем наблюдать, так сказать, там номер дома, посмотреть название улицы. Если он масштабируется, то мы можем посмотреть в целом ситуационный план города или, так сказать, приблизив посмотреть отдельные элементы. Если дальше мы в эту сторону пойдём, то мы можем посмотреть планировку дома. В сфере управления, вот что относится к блокчейн, например, в сфере ЖКХ, можем посмотреть количество жителей в этом доме прописанных, потребление энергии, там, других, значит, коммунальных услуг, задолженность и так далее. Если заложить всё это в этот блок. Вот. В сфере проектирования, скажем, генеральный план, ну, что вот для архитекторов и застройщиков важно. Это цифровой генеральный план, который бы давал информацию пустое место, блок, площадь, высотность, трёхэтажность, предназначение этого дома. Ну, вот как бы в общих словах, это применительно к той аудитории, которая сегодня собралась. Есть такой комплексный подход, да? Комплексный подход, который даёт массу информации, заложенной, матричной информации, и в изменения, которой ты не можешь вмешаться. Это, в общем, плюс в чём заключается. Если на этом месте вот должен стоять, ну, допустим, в историческом центре, в охранной зоне, трёхэтажный дом, просто он определяется законодательством, и все об этом знают, то здесь за взятку нельзя будет построить 22-этажный дом, потому что это регулируется законом. Вот, например, на Воровского поставили высотку в 22 этажа, до Воровского это охранная зона, а за Воровского зона регулированной застройки. Выше пятиэтажей там быть не должно, а построили 22 этажа. Почему? То есть, это оптимизация системы управления градостроительного развития и градостроительного проектирования и организации застройки, безусловно так. В девелопменте там свои, так сказать, есть особенности управления строительством, привлечения инвестиций, заключения контрактов, но не будем забывать о русских хакерах. И обеспечения все-таки недвижимостью. Конечно. Возможно еще и выпуск новой криптовалюты под обеспечение инвестиций. Мы имеем в виду данном случае смарт-контракты, которые русские хакеры, которые управляют выборами в США, вообще могут вмешиваться и в смарт-контракты в данном случае. Пример. Согласна. Так, у нас подошло время небольшой паузы, прервемся буквально на полминуты и продолжим нашу беседу. Я думаю, что вы слышали, потому что я не все понял. Сейчас переварим немножко, а потом будем еще уточнять. И узкие места с точки зрения автоматизации, контроля, управления. Мы не перестаем обсуждать. Да, Юлия Савиных, Лина Геполова, Евгений Арбузов, Александр Шклёдов, Евгений Рупацев. Это наши гости. Говорим мы о международной конференции по архитектуре и инвестициям в строительство. Пройдет она 15 февраля. Может, начнем уже пригласительное разыгрывать для тех, кто интересуется архитектурой, обликом города в будущем. Я знаю, что Евгений Геннадьевич уже может задать вопрос нашим слушателям. Из истории. Да, хорошо. Застройки нашего города. Остальных наших гостей я тоже прошу подумать над вопросом. Сейчас поиграем со слушателем. Один вопрос можно задать? Да, пока один. Автор проекта присутственных мест рядом с Александровским садом. Архитектор. Архитектор. Автор проекта присутственных мест рядом с Александровским садом. Кто ответит, получит красивейший, кстати, очень красивый билет. 211-101. Ждем вашего звонка. Всего у нас 5 пригласительных. Я думаю, что за правильные ответы мы будем по 2 вручать, чтобы вдвоем можно было пойти. Ну, не знаю. Разберемся. 211-101. Мне хочется, чтобы остальные наши гости сейчас высказались по поводу предстоящего мероприятия. У вас была реплика по поводу того, что сказал Евгений Геннадьевич? Да. По поводу биткоина? Ну да. Он много сказал. Про хакеров успел сказать. Все, да. Биткоин в архитектуре он проектировал не очень важный. Евгений Геннадьевич уже описал перспективу, что может быть у нас в плане регулирования градостроительства, подготовки документации, согласований. Здесь еще есть один момент. Сфера ЖКХ. Как управляются наши дома? Кем? Непонятно, куда деваются деньги. Гигакалории, киловатты. Потом в итоге это где-то всплывает за границей в виде каких-то счетов. То есть, если это будет переведено, ну еще, эта сфера ЖКХ вот на данную площадку информационную, то все будет прозрачно. Там не будет человеческого фактора и не нужно будет такое количество управляющих компаний, которые непонятно чем и как управляют. Ну, безусловно, это ключевой вопрос. Буквально. Вообще вот ситуационный план и генеральный план, строго говоря, это геоинформационная технология. Там еще начало 90-х годов. А вот зашитая информация и возможность, неизменная зашитая информация и возможность пользоваться этим в рамках современной терминологии, это можно назвать блокчейном? Можно не называть блокчейном, но будем называть блокчейном. Вот то, что Александр Елизарович сказал, я считаю, что если это в сферу управления отнести, то безусловно это просто ключевой такой вопрос. Вот это ключевой вопрос, на котором надо сосредоточиться и целенаправленно его реализовывать. Сфера управления ЖКХ, которая, как вы знаете, она просто болезненна для всего общества. И цены, и качество управления, так сказать, контроль за... Контроль, да. Особенно контроль, что касается. Александр Елизарович, продолжайте. Чем важно для вас предстоящие мероприятия, конференции, что собираетесь вынести оттуда? Ну, в очередной раз вспомнить о том, что есть такой город Вятка, это живой организм, он независимо от того, какие люди находятся у власти, кто чем занимается, он развивается по своим законам, как все города во всем мире, населенные пункты. И... Ну, хотелось бы все-таки понимать, что мы его развиваем. Нам кажется, что мы его развиваем, но на самом деле ну, не могут 500 тысяч человек одновременно. Мы все участники этого процесса, но есть определенные законы развития поселений, и их нельзя игнорировать. Но я думаю, на конференции люди, которые ближе к этому процессу управления, развития городов, они поделятся информацией, как можно улучшить городскую среду, рационально расходовать деньги, которые выделяются на градостроительство, на реконструкции всякие и так далее. А на ваш профессиональный взгляд, вот какие сейчас основные моменты, проблемы в градостроительстве надо решать? Срочно-срочно. У нас был некий подъем в конце 80-х, в начале 90-х, когда вдруг вспомнили, что город это серьезно, его развитие, генеральный план, разрабатывали новые правила застройки, но за последние 25 лет как-то до сих пор не определен, вернее, не завершили реестр исторических объектов, памятников истории, культуры, архитектуры. То есть у нас не все еще сосчитано почему-то и сносить, не сносить некий объект, который представляет историческую культурную ценность почему-то до сих пор еще не можем решить. В принципе, эти вопросы кто-то решает, потому что не всегда бывает понятно, почему эти решения принимаются. Все эти программы должны быть утверждены, работать, бюджеты соответственно выделятся на реставрацию и так далее. Но у нас этого ничего как-то... Ну, очень мы отстаем в этом плане. Это я по историческому Понятно. То есть я понял так, что если в том же, как мы говорим, блокчейне, в этой же плане, где указано, что это здание сносу не подлежит, то никому не надо будет ни принимать, ни думать решение, просто не будет подлежать сносу, вот и все. У меня есть много чего сказать. Так вот, присоединяйтесь, берите микрофон, Лина Гепулова, директор и главный архитектор архитектурной мастерской Линии Астиль, член Союза архитекторов в нашей стране. В общем-то, я как архитектор, практик, вот я в этой каше в принципе варюсь. Я знаю точно, что у нас разработана документация по историческому поселению, у нас определены границы исторической части. Они были опубликованы в позапрошлом году. Они были опубликованы, да. Определены памятники истории архитектуры, определены здания, как иные, которые гарнируют нашу градостроительную среду. Но вопрос-то в чем? Что если мы имеем, например, памятники, может быть, там недостаточно еще сформулированы и определены там какие-то, может быть, документальные зоны там или еще что-то. Но вот самая-то плохая ситуация по этим зданиям, которые названы как иные. То есть есть список порядка, вот в начале года это было порядка 150 зданий. Эти здания, значит, в них входили очень ветхие здания, здания, которые более-менее в нормальном состоянии, но совершенно не определены механизмы, алгоритмы взаимодействия с этими зданиями. То есть про средства говорим, средств нету, например, на восстановление этих зданий. А что с этими зданиями делать? А ничего мы не можем, мы можем на них только смотреть, как они разрушаются, потому что алгоритмы не определены. Вот практически весь год мы говорили на эту тему между администрацией, Министерством культуры и архитекторами в Союзе архитекторов. Получается так, что, например, есть какой-то инвестор, например, и он хочет вложить деньги в реконструкцию или в реставрацию этого здания, но он не может ничего сделать, потому что такой документ еще не разработан. И в данное время он разрабатывается в Министерстве культуры. Поэтому вот это мне хотелось сказать, потому что это делается, может быть, делается чересчур медленно, и как бы пока никто не может понять все-таки персонально с каждым зданием что-то делать, или должен быть какой-то вообще документ на все эти здания, а зданий таких довольно много. Какие-то здания уже исключены из этого списка, наиболее ветхие и менее ценные, какие-то здания остались, и они вот как под колпаком пока, то есть что мы будем с ними делать? Это один момент. А второй момент, мне кажется, что вот опять же как архитектору, который вот в этой каше варится, мне, значит, необходимы и вот недостаточно общего концептуального подхода по городу. То есть, да, например, мы говорим, что мы решим, что вот здесь только трехэтажное здание, здесь только четырехэтажное здание, но кто это будет решать? В принципе, должен бы какой-то, например, может быть, как раз вот в рамках вот этой встречи будет какой-то такой креативный разговор, ну, или начало этого разговора, когда мы определим, что здесь какие-то лучше бы сделать доминанты, например. Ведь у нас вот нет таких конкурсов по развитию Кирова, ну, вятки там, исторической части, да, а вообще надо бы вот собраться и, может быть, даже конкурсно решить вот этот вопрос с какой-то, может быть, материальной составляющей, потому что если мы все под одну гребенку, под одной этажной, значит, сделаем, то будет уже неинтересно. Юль, дополняйте, пожалуйста. У нас звонок. Спасибо, что подсказали ведущим. Видимо, это ответ на вопрос сейчас будет, на вопрос Евгения Рукасова, автор проекта присутственных мест рядом с Александровским садом. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте. Андрей Жигалин нам дозвонился. Ну да. Да, мы вас узнали. Давайте быстрый ответ и вы пойдете на... Абсолютно правильно. Два билета. Абсолютно верно. Да, два билета получаете на это мероприятие, которое будет 15 февраля. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. Так, у нас реклама сейчас, да, должна быть, после чего мы продолжим разговор с нашими гостями. Еще раз напоминаем, что 15 февраля в нашем городе состоится четвертая международная конференция на тему эволюции блокчейна в девелопменте, развитии архитектуры и инвестиционной привлекательности нашего региона, неравнодушные к этой теме, неравнодушные к облику. А таких много у нас активистов в городе. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к нашему общению, участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов. Ну, а сейчас реклама. Рекламно-информационная программа. Николай, ничего не поделаешь, придется еще раз перечислить все звания регалий наших гостей и их самих представить. Их самих представить, тем более, что на самом деле, напомню, у нас сегодня полная буквально студия, да, гостей, все люди с именами, с регалиями, со званиями Юлия Савиных, член правления ФАПСИ Россия, генеральный директор Вятской инвестиционной консалитиковой палаты, представитель комитета по инвестиционной деятельности Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Лина Геполова, директор, главный архитектор архитектурной мастерской «Линия стиль», член Союза архитекторов России. Вот как раз перед перерывом она, так сказать, довольно эмоционально обозначила свой интерес к этой конференции предстоящей. Евгений Арбузов, главный архитектор проектной мастерской «Архкод», почетный архитектор, заслуженный архитектор России, как мы сегодня выяснили уже в эфире, да. Александр Шклёда, архитектор, член Союза архитекторов России, Евгений Рупасов, действительный государственный советник третьего класса, архитектор, который нам, собственно, объяснил, что такое блокчейн и почему мы сегодня о нем говорим. Евгений Геннадьевич, сейчас задаю следующий вопрос нашим слушателям. 211-101, если вы желаете пойти на эту конференцию познавательную, послушать умных людей, их видение, собственно, облика городом, пожалуйста. В каком году было построено самое древнее из сохранившихся в городе Кирове каменных зданий? Как оно называется и где оно находится? Самое старинное, сохранившееся по всей день каменные здания. Интересно. Год я, пожалуй, не назову, а вот про остальное уже, про остальное уже понимаю. Евгений Дмитриевич, как раз вы говорили об опыте реставрации, реконструкции вот этих вот зданий исторических. Расскажите о своей работе. Вы имеете в виду Карла Марса 21. Да, да, лес Пром наш. Это историческое здание достройки 1955 года, прошлого века. Сейчас уже, конечно, я не вспомню автора, но это очень известный архитектор ревятский. Так мне кажется, это Козлов. Козлов, да, ты абсолютно правильно говоришь. Конечно, это я... их всего два здания в городе Кирове. И мне, конечно, было интересно бы участвовать в этой реконструкции этого здания. И совершенно неожиданно мне это предложила Ольга Владиславовна. Кого мы имеем в виду? Собственника здания. Да. А, в собственнике здания, да? Вот. И, конечно, это для меня был такой подарок какой-то судьбы, моей творческой судьбы. Я с энтузиазмом взялся за эту реконструкцию. Вот. И там была эта задача дополнительно строить пятый этаж. Вот. Каким должен быть пятый этаж, когда четыре этажа, это, ну, классика 50-х годов. Как решить этот пятый этаж? У меня было очень много вариантов. На градсовет я вынес где-то четыре или три, скорее всего, четыре варианта. И варианты были в соответствии с классикой сделать пятый этаж низом классики, классическим низом какие-то промежуточные варианты и суперсовременный остекленный этаж. Вот. И градсовет одобрил вот этот вариант, который нравился заказчику. Последствия, когда я его доработал, стал нравиться мне. Это самое главное. Вот. Очень нравится нам. Вот. Ну, естественно, я... Там очень важно было сыграть еще и с цветой гаммой. Саша начинал этот проект делать, и он там цокольный этаж сделал из зеленого мрамора, да? Змеевика. Змеевика, да. Но Саша в данном случае это Александр Шклёда, который здесь в студии сидит, так, чтобы было понятно, существует... Конечно, мне это нужно было учитывать, что уже главный фасад уже был облицован цокольный этаж с змеевиком. Поэтому с эту гамму я это, ну, как бы старался вписать. У меня бежевые цвета, коричневые цвета, такие цвета, контрастирующиеся с зеленью, и тектоника фасадов в этой стругаме выявилась как-то острее. Эти все колоннады, пилоны, которые были белого цвета. Конечно, был тщательный мой контроль, как всегда. И там не всегда заказчик делал так, как у меня в проекте. Приходилось переделывать, и я добивался этого. И в результате вот единственная постройка, которой я сто процентов доволен тому, что сделали. Александр, работа продолжается еще? Да, там осталось сделать ночную подсветку и установить ограждение балконов перед главным входом, то есть зоне главного входа. И сейчас я уже сделал новый перестрой, эскизный проект. Вы как бы начинали, здесь продолжали. Получилось вот в целом все это? В целом все прекрасно получается, и хотелось бы, чтобы то, что осталось завершить там во внутренней части во дворовой, чтобы тоже соответствовало заданному стилю. двухэтажный перестрой. И подсветки, чтобы были соответствующие, как задумано. Там остался старый двухэтажный перестрой, его, вероятно, снесем, и на этом месте построим пятиэтажный перестрой. Хорошо. В порядке реплики. Евгений геоинформационный блокчейн, как угодно. Но блокчейн в голову архитектора не вложить. Это всегда будет искусством. Творчеством. Это всегда будет творчеством, как любое творчество. А поэтому в сфере архитектурного проектирования, да, впрочем, и градостроительного, в сфере дизайна и так далее, это всегда проявление личности архитектора, дизайнера и так далее. И никакой блокчейн здесь не заменит этих людей, этих специалистов. А что касается, о чем говорил Евгений Дмитриевич, безусловно, талантливая реконструкция, одна из наиболее удачных в городе Кирове. Это хорошо, что такой архитектор талантливый, замечательный и хорошо воспитанный девелопер, заказчик, я имею в виду. А если бы попался плохо воспитанный, жадный девелопер и дурной архитектор, они бы из силикатного кирпича прилепили еще пять этажей, получили бы огромное количество помещений для сдачи в аренду. Представляете? Есть все-таки еще такой этап, как градостроительный совет. К сожалению, он пока сейчас плохо работает. Он хорошо работал в конце 80-е, в 90-е годы. О чем Лина говорила? Городостроительный совет, вот инструмент управления, но он должен утверждаться в состав членов на сессии городской думы, меняться только по решению городской думы, я бы сказал, 90%, независимо от фракциона и принадлежности. Точно так же руководитель городстоятельного совета. Эта структура должна быть независима от мэра или сити-менеджера, как сейчас принято говорить. Когда она будет независима, тогда она будет принимать соответствующее решение, а не так, как сейчас. Главный архитектор города под мэром. Попробовал бы главный архитектор города возразить мэру. У нас нет такой должности, как главный архитектор. У нас начальник управления. Ну, начальник управления. Вообще правильно называть его главным архитектором. Я тут хочу добавить, что я был членом городсовета 30 лет ровно. И наступил момент, когда я чувствую, что я там больше не должен быть. Это Евгений Арбузов, я поясню. Я добровольно ушел с этого совета. Так, я думаю, что примерно такая же атмосфера, как это будет в рамках этой конференции. Нечто подобное, когда обсуждение, дискуссия. Мы возвращаемся к конференции. Собственно, мы хотим еще сказать о том, что там будет еще и конкурс. Юля. Да, будет конкурс, который уже второй раз проводится в Кирове. Это региональный этап кировский престижного международного конкурса в области всех категорий недвижимости, то есть и современных зданий, и как раз есть номинация наследия, реставрация исторической части городов. И как раз вот это здание, сейчас новый бизнес-центр и премьер, он у нас крайний раз участвовал в этом конкурсе. Вот Евгений Дмитриевич получал награду, но это был еще этап мастер-плана, потому что он был не завершен. Я могу сказать, что в этом году у нас очень много и очень интересные участники, которые как раз объекты недвижимости были восстановлены. Ну и, конечно, много новых девелоперов. У нас в городе. Это у нас в городе, да? Да, у нас в городе, да. Поэтому всю информацию можно посмотреть на сайте feopsi-kirov.ru, там очень подробная программа и маленький еще тезис о том, что в рамках данной конференции у нас будет проводиться конкурс «Надежный застройщик России-2017». То есть это проводит Москва с Санкт-Петербургом, это федеральный проект, и тоже у нас к сожалению в связи с кризисом и с тем, что происходит сейчас с продажами на рынке недвижимости, это вот как раз тема того, что... Падение продаж. Падение продаж, а потому что исторически сейчас получается, что мы строим, мы проектируем, но мы не думаем о том, кто будет жить в этом доме, когда он будет построен или в этом здании. И зачастую случается, что в момент сдачи, если это долгострой или еще что-то дома, он уже просто не актуален. Поэтому очень важно вот как раз вот эту эволюцию, развитие истории и современных технологий соблюдать с самого начала. То есть что такое блокчейн? Это блокнот, это идея архитектора, который придумал. Но бизнес должен либо сохранить историческую какую-то реконструкцию, либо построить новый так, чтобы он соответствовал, например, на сегодняшний день мы находимся в 2018 году. И если какой-то объект сдается сейчас, он должен быть продуман девелопером на 5 лет вперед. Тогда он будет успешным. То есть вот в принципе квитэссенция того, что будет происходить в рамках международной конференции. Мне хотелось бы, чтобы высказались наши гости, архитекторы по поводу будущего нашего города. Архитектуры будущего в каком направлении все-таки мы должны развиваться? Какие вопросы должны решать на данном этапе? Мне кажется, у каждого свой стиль и свой метод работы. Поэтому хорошо, когда у каждого архитектора есть какой-то свой почерк и свое какое-то отношение к Вятке, не только к Кирову. Вятке. И соответственно проектировать в каком-то щадящем или тактичном отношении к данному выбранному, то есть полученному участку. Евгений Геннадьевич. Я абсолютно согласен, просто не все архитекторы интеллигентные люди и не все застройщики хорошо воспитанные. Ну, а в расчет того, вот у нас замечательная улица начала реконструироваться, большевиков, да, от оврага засоры туда к старому мосту. Казанск. Да, значит, двух-трехэтажные дома по индивидуальным проектам. И вдруг возникает в середине квартала довольно уродливый домино этажей 8-9, да? Сейчас просит подсказки коллег. С какой, кстати, он там появился? Вот о чем идет речь. То есть, на самом деле, Евгений Геннадьевич, и вот то, о чем мы с самого начала говорили, вот Лина относительно терминологически это рядовая историческая застройка. Нарушение ее это музей Грина, который совершенно потерялся среди этих 12-этажных домов из силикатного кирпича. Уж лучше бы его снесли бедного, чем стоит этот, так сказать, чужеродный дом. А там сейчас еще и башню кремлевскую строят совсем рядом. Он вообще потеряется. Поэтому вот это все речь идет о разработке регламентов застройки применительно к генеральному плану, к ситуационному и генеральному плану. Это все надо решать поэтапно. И правильно то, что Лина сегодня сказала и вот то, что Юля осветила. Нет истории вопроса, нет истории участка, нет четко сформулированных параметров к застройке данного участка. В более широком плане, вот как мы начинали во второй половине 80-х годов, мы взяли микрорайон зеленый, разработали генеральный план реконструкции застройки и реставрации и начали его целенаправленно реализовать. Все здесь участвовали в проектировании и реализации этого проекта. И от него пошло в ту сторону на север до улицы Халтурина, Розы, Люксембург, на юг пошло до улицы Красноармейской, Пролетарской. И таким образом удалось остановить наступление вот этих вот уродливых 12-этажных зданий, стен из силикатного кирпича. Вот пример, как бы образец хорошей реализованной идеи, которая дает положительный эффект в общественном сознании и воздействует на всех остальных. Как на девелоперов, на застройщиков, так на архитекторов. Кстати, на запад она ушла, перекинулась за Октябрьский проспект. И что любопытно, те градостроительные приемы и принципы, которые были заложены в проект микрорайона «Зеленый», они вдруг начали использоваться и в современной застройки. Это иногда выглядит довольно любопытно, даже где-то юмористично, но интересно. То есть вот некая модель, которая заложена и которая была реализована. Все остальное техника, вот снова возвращаюсь к теме блокчейн, это инструмент, это вспомогательный инструмент в сфере проектирования градостроительного развития, сохранения и реконструкции исторического наследия, задания параметров для проектирования и перспектив развития как в сфере архитектурно-строительного проектирования, так и в сфере застройки. На этом завершается время нашей беседы. Спасибо большое. Еще раз всех приглашаем на международную конференцию, которая пойдет с 15 февраля. Валюция блокчейна в девелопменте, развитие архитектуры инвестиционной привлекательной к Кустинской области. Это будет четверг, да. Четверг, да. Такая тема этой конференции, это будет 15 февраля. Непригласительный. Мы продолжим, я думаю, разыгрывать в культпоходе в следующем части. еще будет час следующий, мы еще позадаем вопросов. Да. Кстати, ответ на вопрос. Так ответили? Не получили. А, не получили? Это Успенский собор, Успенского Трифонова монастыря, 1689 год. Спасибо большое. Всем удачи. Днем на разворот на этом завершен. До встречи. Мы говорим с Николаем в культпоходе через 20 минут. Спасибо.